Спасибо. Уважаемый Сергей Михайлович, у меня два вопроса. В настоящее время цели деятельности Банка России сконцентрированы в основном на чисто монетарных задачах финансовой области. Это в частности контроль инфляции, это поддержка стабильности национальной валюты, это также развитие и укрепление банковской системы. Вместе с тем в развитых экономиках, в частности в Соединенных Штатах, может быть в меньшей степени в Великобритании, перед ФРС или перед Банком Англии стоят помимо монетарных задач, задачи по обеспечению максимальной занятости и развитию поддержки экономического роста. Считается, что такая формулировка позволяет избегать такого формального подхода воздержания инфляции в ущерб экономическому росту. Вот имеет ли смысл, с учетом того, что в последнее время ряд решений Банка России идут, наверное, в ущерб, все же, росту экономики и банковского сектора? Ну, в том числе, это решения в области регулирования, которые снижают объемы кредитования и повышают стоимость денег. Имеет ли смысл законодательно закрепить в задачах Банка России поддержку экономического роста и увеличение занятости? Это один вопрос. И второй, совсем кратко. Давайте по одному. Я не могу. Думать осторожно, на две темы я не умею. Я получу. Ну, я не соглашусь с вами с тем, что наши последние решения навредили экономическому росту, во-первых. Я могу дать более подробный комментарий, но я отвечаю на ваш вопрос. Значит, в принципе, мы об экономическом росте постоянно думаем. И все наши решения принимаются с учетом ситуации и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и смотрим на розничный товарооборот, и безработицы. И все мы это учитываем. И так делают все центральные банки, независимо от того, что написано в каком-то законодательном документе. Это как бы, ну, это естественная как бы позиция центральных банкиров. То есть, думайте об инфляции и думайте об экономическом росте. Вот. Но, в принципе, если будет запись, вот сейчас давайте я прямо так сходу попытаюсь сформулировать, что основная задача Центрального банка в области денежно-кредитной политики – это поддержание низких и стабильных темпов инфляции. Вот. Кроме того, предположим, запись такая, что, кроме того, Центральный банк поддерживает усилия правительства, направленные на поддержание забалансированного экономического роста и высокой занятости. И, дальше самое главное, в той мере, в какой это не противоречит основной задаче. Основная задача я рассказываю. Вот, примерно, нечто подобное написано в законе про Европейский Центральный банк. Вот, нечто подобное я точно не могу вспомнить. Вот. И кое-где еще в разных законах. Вот, если такая запись, то, я думаю, не страшно. То есть, вторая задача, она становится все-таки подчиненной, потому что экономический рост, безработица – это, прежде всего, структурная политика, и это, прежде всего, правительство. Вот. В то же время, мы никуда не денемся. Мы думаем тоже и об этом. То есть, мы должны обеспечивать, как бы, баланс совокупного спроса и совокупного предложения в экономике. И через динамику денежной массы, через кредитование, через процентные ставки мы на все это влияем, конечно. Спасибо. Николай Владимирович.